На северо-западе Москвы, в районе Карамышевской набережной, упал и взорвался беспилотник. Предварительной его целью был шлюз Карамышевского гидроузла. Это северо-запад Москвы. Там взорвался дрон. И там не только шлюз канала имени Москвы. Там всего в трех километрах по прямой от того самого места падения беспилотника находится НИИ, причем не обычный, а имени Курчатова, главный научно-ядерный институт страны, место создания первой советской ядерной бомбы. На его территории расположен ядерный реактор. Какая опасность может грозить столице, если Украине удастся нанести удар по самому Курчатнику? Осталось-то долететь всего три километра. Ну, гипотетическая ситуация, но не задуматься о ней невозможно. Обсудим с Андреем Мажоровским, физиком-ядерщиком, который присоединяется к нашему эфиру. Андрей, рад приветствовать. Да, здравствуйте. Да, ну смотрите, ситуация, конечно, абсолютно гипотетическая, но тем не менее я, как человек, который родился и вырос, и жил большую часть своей жизни как раз неподалеку от Курчатовского института, первое, о чем подумал, когда увидел то самое видео с дроном, что, блин, там же рядом целый ядерный институт с действующим, если не ошибаюсь, реактором. Так вот, что вообще может быть, если внезапно с этим реактором что-то случится? Это все-таки уже даже не окраины Москвы. И Москва настолько расширилась, что Щукино вполне себе почти центральный район. Ну, давайте я вас немножко поправлю. Там не один реактор. Я специально проверил 6 исследовательских реакторов и один реактор в стадии вывода из эксплуатации. А также 12 критических стендов. Это такие небольшие реакторы, которые не могут реализовывать самоподдерживающую реакцию. Хранилище радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, радиохимический комплекс. И там, если вот вы рядом жили, прямо через заборчик еще не бочвара, тоже предприятие, связанное с атомной энергетикой, где производился выпуск плутония, тоже напичкан различными радиационно опасными объектами. Вообще, в целом, Москва действительно уязвима, в том числе из-за того, что в ней огромное количество объектов использования атомной энергии. Исследовательские реакторы, они отличаются от энергетических, от реакторов атомных станций, тем, что они просто меньше. Ну, поэтому и опасность меньше. Но расположение реакторов внутри густонаселенного города, а кроме Курчатовского института, есть работающий реактор, ну, вот мои альмаматоры, Московского инженерно-физического института, да, на Каширском шоссе. Есть другие объекты, не буду перечислять, но их довольно легко увидеть в различных справочниках. И попадание вот какого-то враждебного воздействия там с воздуха, беспилотником, еще с чем-то, реактор просто разрушает. Последствия будут зависеть от того, в каком состоянии находится этот реактор. Если он в рабочем состоянии, то есть в горячем состоянии, там происходит реакция деления ядер урана, то произойдет выброс, в том числе, газоэрозольный. В лучшем случае просто все утечет, вот и Курчатник, и реактор МИФИ находятся прямо недалеко от Москвы реки, они построены с таким условием, чтобы вся гадость стекала в речку, если вдруг что-то не так пойдет. Ну, я напомню, что строилось-то все это великолепие в 40-е годы, далеко за пределами вот той Москвы. Сейчас это оказалось застроенное вокруг местных. Так вот, ну, в лучшем случае что-то растечется вокруг. В худшем будет газоэрозольный выброс, а раз газоэрозольный выброс, значит, люди могут вдохнуть радиоактивные вещества, получить внутреннее облучение, оно намного более опасное, чем внешнее. Собственно, с этим и связана опасность размещения объектов использования атомной энергетики в густонаселенных районах. Не думаю, что силы ГОЧС готовы к тому, чтобы в радиусе, ну, я так скажу, от 3 до 5 километров, что от МИФИ, что от Курчатовского института, обеспечить людей средствами защиты дыхания, ну, чтобы они не получили радиоактивные вещества внутрь. Не думаю, что системы оповещения в случае именно радиационной аварии готовы к тому, чтобы донести до людей информацию, что вот именно в тот момент, когда над вами проходит радиоактивное облако, надо оставаться дома, не надо туда в него выбегать, там, вдыхать радиоактивные вещества, приносить их на волосах, на одежде и так далее. То есть вот тут, мне кажется, усилие московских властей по подготовке населения к возможным авариям, оно просто минимальное. Ну, вот висят там, я не знаю, в школах, в государственных учреждениях, в некоторых таких, ну, там, вы видели, таблички, что делать в случае там химической аварии, радиационной аварии, но к этому же никто всерьез не относится. Вот теперь придется относиться к этому всерьез, потому что или специально направленный, не дай бог, или сбитый с курса беспилотник, вполне может разнести один из реакторов. А это действительно серьезное облучение огромного количества людей, просто в силу высокой плотности населения. Андрей, вот еще такой вопрос. Я понимаю, что это, конечно, строилось все в 40-е, почти уверен, что потом модернизировалось, переделывалось каким-то образом и так далее, но тем не менее, я очень сильно сомневаюсь, что ядерные реакторы, особенно в исследовательском институте, рассчитаны на какое-то внешнее воздействие, там, условно, взрыв, да, который произойдет рядом, или еще что-то. Поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь, но есть ли какая-то защита вообще у этих реакторов? Например, в Курчатуре в том же самом. Право. Это ни один из реакторов. Да, атомные станции не защищены от воздействия своей российской атомной станции, могут выдержать падение самолета массой не более чем 5,7 тонн. Я так, к слову скажу, реакторы типа РБМК на Ленинградской, Курской, Смоленской вообще не защищены, там нет защитной оборочки. Да, действительно, исследовательские реакторы ничем не прикрыты, это просто здание, обычное сооружение, которое действительно вот таким вот воздействием может быть разрушено, не дай бог, и привести ко всем тем неприятным вещам, о которых я говорил чуть раньше. Никакой защиты там нету, и снова скажу, это крайне вот безответственно вот сейчас, в 21 веке, иметь радиационно опасные объекты внутри столицы, внутри миллионника, внутри густонаселенной зоны. Вот что хотите, то говорите. Я могу вспомнить вот свою как-то экологическую юность. В конце 80-х мы требовали, чтобы вынесли реакторы и Курчатского института, и МИФИ за пределы Москвы, куда-нибудь вот как их изначально строили, там где-нибудь в лесу, в радиусе там 50 километров, от которого мало кто живет. Это было бы хорошо, но жалко, что в то время это не услышали, и очень жалко, что атомная промышленность настояла. А для них это имиджевый проект. Вот иметь МИФИ в центре города, вот иметь Курчатник в центре города, это для них вот такой вот просто вот показать всем, да вот мы тут присутствуем, живите рядом с ректором. Вот. Про Курчатник, может быть, скажу одну вещь. Я несколько раз участвовал в общественных слушаниях, вот когда они еще проходили по различным объектам Курчатского института в районе Щукино, приходили местные жители и говорили, ребята, а что же вы наделали? Вы настроили 30-этажные небоскребы, в которых может арендовать квартиру или купить квартиру злоумышленник, а это задолго до активизации действий было. И просто обычным там устройством, да, вот такой вот, РПГ-7 есть такое устройство, или любым другим, просто разрушить реакцию. Об этом говорилось, вслух говорилось. Если я правильно понимаю, речь идет о новостройках Аллы и Паруса, да, в большом комплексе, который находится прямо на берегу канала, и от которого прекрасно, действительно, в прямой видимости, это не какая-то фигура речи, находится Курчатовский институт. Да просто под ними, да, с 30-го этажа, это вот так вот даже к подоконнику подойти, чтобы посмотреть, где там реакторы, где-то еще отработавшие ядерного топлива. Конечно, меня удивляют люди, которые покупают за свои деньги квартиры с видом на реактор, но бог с ними, у нас свобода. Но людям хочется экзотики иногда. Вот, нет, проблема остается, проблема серьезная, она обострилась вот в последние годы, это действительно стратегическая выязвимость, потому что загрязнить какую-то территорию в столице радиоактивными веществами, это огромная проблема, не только воздействие на здоровье, но и долгосрочная проблема с загрязнением территорий, потому что в случае аварии придется же отселять, возможно, соседние районы. Вот тут к этому-то вообще московские власти не готовы и не собираются готовиться. В общем, к техногенной катастрофе будет добавляться еще и гуманитарная. Спасибо большое, Андрей Жаровский, физик, ядерщик был с нами на связи. Конечно, не утешили, но задача ли будем следить, будем следить за развитием этих событий и, конечно, держать всех в курсе. Так что, друзья, аккуратней, смотрите, куда летят беспилотники, особенно если находитесь в крупных городах. Спасибо, что смотрели это видео. Посмотрите другие видео на нашем канале, поставьте нам лайк и подпишитесь, если вы еще почему-то этого не сделали. Это помогает нашему контенту расти и разрастаться, а это значит, что у вас будет еще больше новых видео, которые вы хотите посмотреть.